В этом видео поговорим про онлайн оплату с вашего интернет-магазина Gridbox Store, доставка и промокоды. Урок 16, меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Когда онлайн оплата не подключена, что происходит? Вы уже видели, при оформлении заказа, на этом шаге, здесь должно появиться выбор онлайн оплаты. Что такое онлайн оплата? Это Яндекс.Касса, PayPal, Сбербанк и другие моменты. Это то, что человек сразу выбирает, например, из предложенных вариантов данного магазина. Например, купить пиццу онлайн Сбербанком, ставить птичку, например, Сбербанк. Нажимает сделать заказ и оплачивает с сайта сразу же за товар. И, естественно, информация уходит о покупке администратору магазина. И дальше уже администратор или работник магазина обрабатывает данный заказ. Пока онлайн оплата не включена, не настроена, Gridbox 100 работает так, что у нас без оплаты можно произвести заказ. То есть человек будет оплачивать товар получения. Будет платить курьеру, либо самовывоз. Давайте вообще поговорим об онлайн оплате. Сразу оговорюсь, что я не буду показывать в рамках этого курса настройку какой-либо платежной системы. Я лишь расскажу, как это работает и какие платежные системы подходят именно для России, для русскоязычного магазина. Ну и, соответственно, какие варианты предоставляет сам Gridbox Store. То есть технически, как только вы одну хотя бы онлайн оплату подключите на Gridbox Store, возможность сделать заказ, так сказать, как сейчас это выглядит, то есть оплата будет курьеру, либо самовывоз. То есть вы в офис приезжаете за товаром и там оплачиваете. Здесь эта возможность пропадает. Как только онлайн оплату подключаем, то будет действовать только онлайн оплату. Переходим в админку нашего сайта. Переходим в магазин. Способы оплаты. Здесь у меня созданы буквально просто самые распространенные варианты для России. Они, естественно, не настроены. И вообще, как это работает? Смотрите, вы должны иметь аккаунт, скажем, в Яндекс.Кассе. То есть вы должны пойти на Яндекс, там зарегистрироваться. Причем сейчас я все нюансы расскажу, что не все так просто. Потом Яндекс сам выдает вам ключи, какие-то параметры. Если мы здесь посмотрим, здесь необходимо Shop ID заполнить. И секретный ключ. Естественно, у меня эти данные вымышлены. То есть эти секретные ключи и Shop ID вам выдает сам Яндекс в личном кабинете. Вы здесь это проставляете. И по сути все. У вас платежная система от Яндекса подключена к вашему магазину. И как это работает? Человек оплачивает с вашего сайта товар. Деньги попадают в личный кабинет Яндекс.Кассы. Где вы это все можете наблюдать. И соответственно, уже выводить к себе на счет банковский или на карту деньги сможете непосредственно с Яндекс.Кабинета. Вот все примерно так работают. Онлайн оплаты именно с точки зрения администратора магазина. Теперь какие предоставляет варианты сам Gridbox. И от меня совет, какие подойдут именно для российской аудитории, для русских магазинов. Вы просто кликайте вот по этой иконочке. И вы можете видеть все способы оплаты на данный момент записи видео, какие существуют. То есть как добавлять? Вы просто кликайте по необходимой плитке. Она у вас появится, скажем, вот я по ней кликнул. Вот здесь вы по ней еще раз кликайте. И вам нужно настроить обязательно все данные, все поля. То есть это вам надо пойти на сайт, как я уже сказал. Там получить все данные, зарегистрироваться, ключи все, всевозможные. И все это здесь проставить. Так, вот эту лишнюю я удалю. И теперь по поводу русских платежных. Что подходит? Тут есть для разных стран платежные системы. Давайте поговорим. Вот они все, в принципе, из предложенных. То, что я считаю, для русских подходит больше всего. То есть это RoboCassa сервис, Cloud Payments, PayPal и Яндекс.Касса. И теперь про них конкретно поговорим. Выделю PayPal и RoboCassa. PayPal, хотя и такая мировая платформа для принятия платежей, но все же она не совсем пользуется популярностью в России. Не все умеют ей пользоваться, не все будут пользоваться. То есть здесь такой спорный. Но это самый простой вариант подключения. Вы там регистрируетесь, и вам здесь нужно только лишь будет прописать заголовок и клиент-айди. РобоCassa. Это, наверное, самый популярный, самый такой уже бывалый и самый простой. То есть при PayPal и RoboCassa вам не надо быть частным предпринимателем. То есть быть официально оформленным человеком, который платит налоги. То есть это ИП или ООО. Вот подключить RoboCassa это самое простое. То есть вы только начинаете, вы еще не оформлены официально. И вы уже можете начать с RoboCassa и PayPal. Соответственно, самый удобный и самый распространенный это Яндекс. Вот этот Checkout, Яндекс.Касса и не так давно появившийся Cloud Payments. Но вы не сможете их просто так подключить к своему магазину. У вас там обязательно нужно быть официально зарегистрирован в налоговой системе, как я уже говорил. Поэтому большинство, кто только начинает, вот эти два варианта отпадают. Но они самые интересные. То есть очень удобно оплачивать банковскими картами, когда у вас Яндекс подключен. Ну и соответственно подключить их сложнее. Во-первых, пока вы там все оформите, все эти бумажки соберете, вот это все будет сложнее. И у всех этих выделенных, вот то, что я вам здесь вывел, это все подходит для российских магазинов. К сожалению, больше здесь я не увидел интересных вариантов, которые будут распространены в онлайн оплаты для русских магазинов. Все эти платежные системы связывают одно, что вы должны понимать, что они все берут довольно-таки немаленькую комиссию. За каждую там операцию тот или иной сервис взымает. Опять же, какие проценты он берет, вы должны ознакомиться на сервисе, тот, который вы выбрали. Например, Рубокасса, если хотите его использовать, да. Прочитайте условия, потому что Рубокасса в себя включает другие платежные системы. Это и PayPal, и Яндекс.Деньги, и Kiwi, и так далее. И каждый из них еще вот этот агрегат, он тоже берет свой процент. И тут уже вам надо думать, чтобы в убытке не остаться при продаже товаров с вашего сайта, да. Либо вы эту сумму процентную накручиваете прямо в товаре, чтобы не терять средства за товар. Либо вы можете позволить этот процент отдавать вот этим платежным системам, да. Вот такие есть недостатки. Как это работает, если это все у нас включено? Смотрите, у меня, видите, глазик стоит не опубликовано. То есть я как тест их вывел, чтобы просто вам показать. Естественно, ни одна платежная система у меня из этих не подключена. Я просто, давайте просто их все опубликую. То есть они у меня не работают, но просто на сайте их можно посмотреть. То есть как это вообще будет выглядеть. Давайте я сохранюсь. Пойду на сайт, обновлюсь. Вот так это выглядит. Вы сразу на странице оплаты видите все эти платежные системы, хотя они не подключены по факту. То есть Яндекс, Чеккау, PayPal, Cloud Payments, Робокасса. То есть на выбор клиента. И естественно, если я сейчас нажму сделать заказ, во-первых, у меня не заполнены поля обязательные. Я не увижу, по идее должно перебросить. Видите, error, ошибка, потому что не подключена система. И также вы можете расположить их, если для вас важен порядок. Скажем, первым будет Робокасса. То есть вот так вот можно просто перетаскивать эти плитки, сохранить. А даже сохранить нам, в принципе, не обязательно. Обновимся. Увидим Робокасса первой. То есть вы точно так же можете вывести все эти платежные системы, всех их настроить, подключиться или использовать какую-то только одну из них. И как вы видите, у нас нету здесь больше возможности просто произвести заказ, минуя онлайн оплату. Так как они у нас здесь выводятся, и какую-то из них нужно выбрать. То есть просто так, минуя их, как раньше я делал заказ, не получается. Возможно, я ошибаюсь. Если я вдруг в этом моменте здесь ошибаюсь, обязательно я себя поправлю и в каком-то из уроков сделаю пояснение. То есть, соответственно, если мы их отключаем опять и обновим страницу, то у нас нету онлайн оплаты. И обратно у нас доступно просто заказать товары и оплачивать будете уже курьеру или самовылаз. Вот все, что я хотел сказать про онлайн оплату. Давайте еще поговорим с вами про доставку. То есть здесь все просто работает. Вот по этой иконке вы создаете столько видов доставки, какие хотите. У меня это самовывоз. Здесь пишите заголовок. Опция. Если это 0, то есть бесплатно ставим 0, потому что самовывоз. За что вы будете взимать деньги? Бесплатно доставка при сумме заказа от. Здесь можете включить вот такой ползунок и указать в рублях эту сумму, при которой доставка будет считаться бесплатной. Наверное, часто такое видели в интернет-магазинах. И я выбрал доставка на дом. Вот как раз здесь это активировано. Стоимость доставки. Тут опять же надо смотреть, как вы будете доставлять по региону. Еще как-то, если это можно, как-то общую сумму сразу выдать. То вот я поставил 300 рублей. И бесплатная доставка при сумме заказа от 1000 рублей. Соответственно, у меня здесь 3 пиццы больше, чем 1000 рублей. И видно, что здесь у меня доставка на дом, видите, 0 рублей. То есть это работает. Действительно работает. Вот эта вот опция. Думаю, здесь все просто. Ничего еще объяснять тут особо нечего. Просто не забывайте нажать сохранить. Доставки просто так создаются. И здесь уже автоматически выводится. Несколько видов доставки. Вот так вот на выбор клиента. Давайте в этом видео еще посмотрим с вами промо-коды. Создаются также абсолютно, как и другие элементы сайта. Здесь вы пишете название промо-кода. Код купона. Вот это можно скопировать. Например, где-то распространить в своей социальной сети в группе в какой-нибудь под вашу деятельность. Дальше здесь можно выбрать либо сумму, либо процент. То есть введите вот этот купон и получите сумму, скидку, 20 рублей скидка. Или в процентном соотношении. Ограничение купона. Здесь можно выбрать «Относится все заказы». Если это какая-то категория, здесь можете выбрать категорию товаров. Или же это конкретные товары. Соответственно, здесь будут все товары. Это может быть какой-то один товар, на который действует купон. Давайте я сделаю категорию и пускай к пиццам это относится. Лимит использования можете задать. То есть это, например, пять раз один вот этот купон могут только использовать. Если ограничений нет, то мы туда ничего не вписываем. И это отключить можно для товаров, уже включающих в себя скидку. И ограничение по дате данного купона. Дата начала вводите здесь и дата окончания действия вот этого купона. А давайте мы с вами попробуем его использовать, посмотрим, как он работает. И вы видите, что вы можете создать вот здесь вот по этой кнопке абсолютно разные купоны для разных товаров, разных категорий. В общем, здесь очень все красиво, гибко сделано. Мне это очень нравится. Как и где проверить купон. Вы заходите в корзину, здесь увидите, у вас есть промокод. Нажимаем, введите промокод. Ставим применить. И вы видите, все работает. Вот здесь вот показано. То есть по крестику можно сбросить купон. Скидка минус 20 рублей. Итого оформить заказ. И, соответственно, здесь тоже будет указана скидка на странице оформления заказа. Минус 20 рублей. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов. От компании Belbo. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok